Я родилась в Иркутске, жила в Братске, и когда я провалилась в театральный институт в 17 лет в Москве, то мама приехала за мной следом, сказала, вот ты сделала, как ты хочешь, теперь сделаем так, как я хочу. И я закончила ПТУ строительное, поработала на стройке и поступила с третьего раза. Ну, поступила здесь, в Санкт-Петербург, ну, в Ленинграде, и осталась в Ленинграде. В этом году в театральном институте у меня есть факультатив работы актера перед камерой. Это может показаться смешным, что я преподаю, это преподавала сейчас, оно уже закончилось, у студентов кукольного факультета. Очень важно, кто находится по ту сторону камеры, потому что от его любовного взгляда, от того, с какой любовью он относится к актерам, зависит то, как ты будешь выглядеть, то, как будешь работать. Режиссер сидит за плейбэком, и пока он что-то скажет, по глазам оператора можно, он так, ты понимаешь, ага, или там, уху-ху, и ты так, ага-га, значит, чуть-чуть двигаемся. Я помню, что когда я в 88-м году получила диплом, в нем было написано «Актер драматического театра и кино». Я думала, я теперь имею право, значит, с этим вот дипломом. И оператор при всех громко на меня накричала, сказал, что толку, что у вас в дипломе написано, что вы актер театра и кино. Мне было ужасно, ну, страшно, ну, как бы и стыдно, что я ничего не знаю. Вот, а потом кино не снимали до 2000-го года. И я попала в кино дальше, когда мне уже было 35. Поздновато начинать. Я довольно долго работала, я шила на заказ. Я хорошо шью. Из диванного покрывала у меня была прекрасная юбка и балеро. А потом кто-то ко мне пришел и сказал, что ты можешь мне вот это сделать? Я говорю, конечно, могу. Еще там два квадрата и два квадрата. И довольно долго меня это кормило. До института, когда меня мама спрашивала, кем я хочу быть, мне очень не хотелось говорить, что я хочу быть артисткой, я стеснялась. Я говорила, ммм, парикмахером. И когда я поступила в институт, я помню, я получила письмо. В одной из первых строк было, Наташа, ты хотела быть парикмахером. Может быть, все-таки надо как-то подумать, зачем тебе это? Я даже не знаю, как вы будете все это вырезать. Резать. Я говорю нон-стопом. Я актриса эпизодов. Можно быть большим артистом, играть маленькие роли. И от этого эти роли будут большими. Это как в спорте. Есть стайры, есть спринтеры, и чемпионы есть и там, и там. Короля играет свита. Нужно, чтобы эпизод был сыгран хорошо, и чтобы актер, который это делает, максимально раскрыл главного героя. Поэтому я бегаю на короткие дистанции, я хорошо это делаю, и я люблю эту работу. Когда играешь небольшие роли, это всегда возможно. И это, и это разные судьбы, разные ситуации. Это очень интересно. Кино — это всегда типажи. Если я получаю сценарий, я всегда найду свою роль. То есть я не буду думать, а, может быть, я вот это, вот где побольше. Да нет же. Однажды, я просто этого за собой не знала, оказалось, что я очень быстро плачу. Я пришла на площадку, надо было заплакать, я заплакала. Потом я получаю какой-то эпизод опять. Ну ладно, я заплачу. Пришла, еще раз заплакала. Получаю следующий эпизод. Я поплачу, конечно. А потом до меня дошло, что, мне кажется, меня передают, когда нужно какой-то, чтобы поплакала артистка. А, ну вот есть такая, я Хвидова, сейчас мы ее позовем. У меня разная. В чем-то сильная, в чем-то слабая. Оборотная сторона силы — это всегда какая-то ахилля свопита. Я старше некоторых мам, моих коллег. Наступает такой возраст, когда ты понимаешь, становится очевидно, когда начинают уходить близкие. И вдруг понимаешь, что это вот настолько рядом с тобой стоит. И не то чтобы рядом, это просто, ну как бы, это с тобой. Сознание смерти, оно позволяет жить здесь и сейчас. Вообще жить интересно. Но у меня это от папы. У меня папа 80 лет. Закончил курс экскурсоводов в Иркутске. Подготовил 10 тематических, 10, показал 4, 10 тематических программ и водил экскурсии. Я поняла, что вот они, гены. Когда все интересно, это некогда жалеть себя и чувствовать одиноким. Все к нам приходит именно тогда, когда должно прийти. Люди к нам приходят именно тогда, именно те, которые должны прийти. Так случилось, что вот я попала на пробы черного ворона. Это было 40 дней после смерти мамы. И была очень веселая сцена там. На самом деле, мне этот материал помог с этим справиться. Мне повезло с костюмом. У меня была такая трикотажная, такая обтягивающая кофточка. И она у меня была чуть-чуть маловато. И я как-то подошла к своему партнеру. А у нас по сцене мы должны знакомиться. Я сказала, Боря, давай мы сделаем. Ты скажешь, ну, представишься. А я скажу, Нина, и сделаю вот так. Я вздохнула, и у меня расстегнулась пуговичка. И после этого в сценарии стали прописывать мою роль. И из трех дней эпизода я превратилась в роль второго плана. И снималась четыре с половиной года. Я прямо горжусь этим. Я люблю эту профессию. Я люблю театр, я люблю кино. Вот.